Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Шапкин. Это программа «В свете закона». В ней мы расскажем о разных правовых вопросах, которые касаются жизни каждого. Это программа «Диалог с сотрудниками областной прокуратуры», где мы озвучиваем реальные вопросы наших телезрителей. Их вы можете задать на номер WhatsApp 8 920 230 26 59 или скачать мобильное приложение телеканала «Новый век» и задать интересующие вас вопросы там. И я представляю и приветствую гостя нашей студии сегодня. Это помощник прокурора Тамбовского района, юрист второго класса Анастасия Лютова. Добрый день, Анастасия Витальевна. Добрый день. И наша сегодняшняя беседа будет касаться прокурорского надзора в сфере уголовной ответственности. Скажите, пожалуйста, первый вопрос мой будет такой, какие права имеет пострадавший в случае обращения в полицию? Вот, скажем, против него совершено преступление. Что ему делать? Какие действия совершить надо? Спасибо за вопрос. Каждый человек в своей жизни может столкнуться с тем, что в отношении него совершено преступление. В связи с этим каждому человеку необходимо знать свои права. Первое, что необходимо сделать, это, конечно, обратиться в полицию. Обращение в полицию может быть как лично. Человек может прийти в дежурную часть или посредством интернет-приемной, или позвонить, также по телефону дежурной части. При этом важно знать, что ваше обращение обязан принять сотрудник. Обращение должно быть, не может быть, точнее, анонимным. Оно должно быть обязательно принято от заявителя. Вы должны предоставить в дежурную часть свои паспортные данные, предоставить документ, удостоверяющий личность. При обращении по телефону вы также должны сообщить свои фамилии, имя, отчество, адрес проживания и контакт на телефон, чтобы с вами могли связаться. Анонимное заявление о преступлении не может быть поводом для возбуждения уголовного дела. Любой уполномоченный принимать сообщение сотрудник обязан его принять. После принятия сообщения о преступлении он обязан его внести в книгу учета сообщения о преступлении, где ему присваивается соответствующий номер, а заявителю выдать талон уведомления, на котором будет указано должностное лицо, которое приняло данное заявление, время, дата принятия заявления, и также фамилия заявителя и сущность данного сообщения. При этом после поступления сообщения в органы полиции начинается работа по проверке сообщения о преступлении. Как правило, срок рассмотрения и проведения проверки данного сообщения составляет 3-3 суток. В исключительных случаях он может быть продлен до 10 суток, а также до 30. После проведения проверки по сообщению, уполномоченное на проведение проверки лицо выносит одно из следующих решений либо о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела, либо о передаче сообщения о преступлении в иной территориальный орган, либо по подсудности или по подследственности. При этом после вынесения данного решения в течение 24 часов данное решение направляется прокурору и об этом принятом решении выдавляется заявитель с приложением копии данного решения. Как человек, который обратился в полицию, узнает, чем уберлось все-таки это дело. В отношении него было совершено преступление, он заявил, что дальше, откуда он будет узнавать, откуда он получит информацию. Получил его дело ход или не получил, или вообще не возбудили ничего? Что нужно для этого? Ему звонить или что? В течение 24 часов с момента вынесения решения ему направляется данное решение по почте. Также он может сам лично обратиться с заявлением в полицию для того, чтобы ему выдали его и ознакомиться с ним. Также у граждан имеется право на ознакомление с материалами проверки. Для этого также нужно обратиться письменно или направить по почте письмо с уведомлением, в котором имеется заявление об ознакомлении с материалами проверки и после получения ответа прийти в орган полиции ознакомиться с ним. Это его право. Вот скажите, пожалуйста, а вот если в возбуждении уголовного дела человеку отказали, может ли он обжаловать это решение и как, в какой форме? Да, при вынесении органам полиции постановления об отказе в возбуждении уголовного дела каждый гражданин имеет право на его обжалование. Кроме того, хочу сказать, что вынесенные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела также направляются прокурору, в связи с чем прокуратура видит все материалы, по которым вынесен отказ в возбуждении уголовного дела. И в течение пяти суток с момента поступления после запроса данных материалов проверяет его на законность. Также гражданин, изучив постановление об отказе, также имеет право обжаловать его в случае несогласия либо прокурору, либо руководителю следственного органа или в суд. При этом законом не устанавливается определенный срок, в течение которого он имеет право на обжалование. Однако с обжалованием данного постановления, если вы с ним не согласны, медлить не стоит, связи с тем, что в юриспруденции имеется понятие такое, как сроки привлечения к уголовной ответственности. По некоторым преступлениям, например, по небольшим срокам достаточно короткий и составляет два года, в связи с чем может получиться так, что уголовное преследование в отношении данного лица, если дело затянется и проверка затянется, может прекратиться. Расскажите, пожалуйста, что означает понятие частное обвинение и что нужно об этом знать? Спасибо за вопрос. Иногда граждане, получившие постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, точнее, даже не постановление в возбуждении уголовного дела, а постановление о передаче сообщения о преступлении в суд, в котором ему разъяснен порядок обращения в суд в порядке частного обвинения, не совсем ввиду того, что, может быть, не имеют юридического образования, не могут понять, что им дальше делать. В связи с этим каждому человеку тоже необходимо знать, что же такое частное обвинение. Дело в том, что имеются три вида уголовного преследования. это частное, частно-публичное и публичное. Вот при частном обвинении лицо должно само доказывать как бы виновность данного лица, обращаться в суд с заявлением. Это ограниченный перечень статей уголовного кодекса, к ним относятся часть 1 статья 115, то есть причинение легкого вреда здоровью, 116.1 побои, совершенные лицом, который уже был привлечен к административной ответственности за данное правонарушение, а также клевета. В таких случаях полиция не уполномочена на возбуждение уголовного дела по данным статьям и в данном случае должно перенаправить сообщение о преступлении в суд. А гражданин согласно статье 318 Уголовно-процессуального кодекса обращается с заявлением, который, то, что должно содержать, описано в этой статье в 317 УПК в суд. И тогда суд уже возбуждает уголовное дело и данное лицо, заявитель сам доказывает виновность лица в совершенном преступлении. В моей практике также были случаи, когда граждане обращались с жалобами на постановление передачи по подсудности, когда выносила полиция, так как были не согласны и считали, что необходимо полиции возбуждать уголовное дело и осуществлять уголовное преследование. Но в данном случае закону предусмотрен частный порядок. В данном случае было вынесено решение прокуратуры об отказе в удовлетворении данной жалобы. А часто ли встречаются такие ситуации, когда человек вынужден сам доказывать, что было совершено преступление? Вот эти несколько статей из общего количества нарушений дел встречаются часто или достаточно редко? Данные статьи вообще преступления встречаются в повседневной жизни очень часто. Но большинство людей не хотят обращаться в полицию, идти доказывать виновность другого лица, обычно они мирятся. В суд идут те уже граждане, которые очень хотят привлечь уголовную ответственность никого-то. Скажите, пожалуйста, с какого возраста наступает уголовная ответственность? Это по нашим законам совершеннолетие или это раньше? 16 лет или 14? Нет, по уголовному кодексу возраст, с которого наступает уголовная ответственность по общему правилу, это 16 лет. Однако в статье 20-й уголовного кодекса имеется перечень определенных статей уголовного кодекса, по которым лицо привлекается к уголовной ответственности ранее, с 14. Вот, они все есть в уголовном кодексе, при желании можно обратиться и посмотреть, какие это статьи. Ну, хочется надеяться, что, скажем так, обращений по уголовным делам будет меньше и что уголовных дел самих на самом деле тоже будет меньше и преступлений будут совершаться тоже меньше. Вот, ну, естественно, работы у вас тоже будет меньше и люди будут жить несколько спокойнее и будут спокойны за жизнь своих и своих близких. Будем надеяться. Ну, на этом мы завершаем нашу программу. Я благодарю гостя нашей студии Астасии Витальевны. Спасибо огромное за интересное объяснение, за интересные примеры, я думаю, для наших телезрителей это будет наглядным примером. Они будут понимать, какие они имеют права в случае, ну, скажем так, не дай бог возникновения подобных ситуаций и как не попасть в такую ситуацию самим. Ну, на этой ноте я прощаюсь с вами, уважаемые телезрители, до следующей недели. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok